Сегодня на барсе Ли Ши Хуан, аспирантка из Китая, которая приехала в Иваново для того, чтобы преподавать китайский язык и изучать русский. Девушка расскажет, как ее встретили в нашем городе и в университете ФГУ, чем отличаются российские студенты от китайских, а также с какими стереотипами о России она столкнулась еще будучи на родине. Молодой преподаватель поделится своими планами и признается, каких высот она хотела бы достичь в профессиональной карьере. Обычно в этой программе я гостей перебиваю, но не сегодня. Добрый вечер, меня зовут Александр Гущин, это программа на барсе. Мы вернулись в студию и сегодня у нас в гостях интересный человек, аспирантка, преподаватель из Китая Ли Ши Хуан. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы преподаете китайский, изучаете русский, и почему, собственно, такой выбор языка? И вообще вы думали когда-либо, что станете учителем? Между Россией и Китаем очень хорошие отношения. Русский язык – второй язык в Китае после английского. На нем разговаривает очень много людей. Мне интересна Россия, русская культура, менталитет, поэтому я решила изучать этот язык. Изучение русского языка лучше поможет мне понять эту страну. Также я занимаюсь лингвистикой, и для меня изучение языков является любимым делом. Для меня не было чем-то удивительным стать учителем. Я с детства мечтала получить эту профессию. Я очень много училась и работала для достижения своей цели. Теперь я учитель китайского языка, и мне безумно нравится моя нынешняя работа. Я думала, что профессия учителя китайского языка очень значима. Я могу не только дать большому количеству людей, интересующихся Китаем и китайской культурой, возможность изучить язык, но и внести вклад в дружественные отношения между Китаем и Россией. Я убеждена, что эта работа очень важна, и буду работать все усерднее и усерднее для того, чтобы стать хорошим учителем. А скажите, чем российские студенты отличаются от китайских? Несмотря на то, что русские студенты и китайские студенты живут в различных культурных средах, различие между ними не так велико. Все они серьезно, скрупулезно, прилежно и старательно относятся к учебе. Они будут очень внимательно слушать на занятиях, затем активно работать вместе с учителем и взаимодействовать с классом. Также они уделяют очень много времени для домашнего задания. Так что, по сути, русские студенты и китайские не сильно отличаются. Все они будут нести ответственность за собственное обучение и в дальнейшем за собственную жизнь. Однако есть небольшая разница, и она заключается в том, что атмосфера в китайском классе и в русском разная. Если у китайских студентов возникают какие-то вопросы, они зачастую будут задавать их после занятия, потому что боятся отвлечь учителя отведения урока. Атмосфера в классе китайских студентов более напряженная. Русские же студенты задают вопросы сразу, чтобы быть спокойнее в течение дальнейшего урока. Поэтому можно сказать, что атмосфера в классе русских студентов более непринужденная. Я очень люблю своих русских студентов, потому что они не только усердно учатся, проявляя энтузиазм и проникнутую любовью к китайскому языку, но и являются моими хорошими друзьями вне занятий. Они очень часто помогали мне в моей жизни в России. Например, когда я впервые приехала сюда и жила недалеко от университета, русские студенты показали мне город, рассказали, какие интересные места здесь есть, рассказали про культуру Иваново, чтобы мне было комфортно здесь жить, и посещать не только окрестность университета, но и центр города. Также были ученики, которые помогали мне подготовиться не только к уроку в университете для группы, но и помогали мне с моими заданиями в моем китайском университете. Например, Вика помогла мне найти пособия российских авторов по китайскому языку для моей работы в китайском университете. Также студенты дарили мне очень много небольших подарков. Например, цветы в красивой бумаге или веревочку на руку, которую китайцы носят в знак года своего рождения. Помимо этого меня приглашали посмотреть пьесы в театре, чтобы я смогла почувствовать романтику России. Все это помогает чувствовать себя очень счастливой здесь. Я очень люблю своих студентов из России. Учитель Ли. Скажите, в каких странах вы были еще и, может быть, где-то вы еще преподавали? Россия – это первая страна, которую я посетила. Это страна, где я сейчас работаю, живу. Если будет возможность, я с удовольствием посещу и другие страны для того, чтобы преподавать китайский язык и помогать людям разобраться в китайской культуре. Я очень хочу дать возможность большому количеству людей, интересующихся Китаем, изучать китайский язык. Вообще, моя работа заключается в том, чтобы преподавать китайский язык в китайских средних и начальных школах. Это значит преподавать китайскую литературу и сам язык. Это немного похоже на мою нынешнюю работу преподавателя китайского языка в России. Я также преподаю язык, знакомлю студентов с китайской культурой, но есть несколько различий. Например, мое преподавание в Китае больше сосредоточено на изучении литературы, навыков мышления и письма студентов. В то время как в России я буду больше уделять внимание развитию студентов навыков аудирования, и говорение, чтение письма и других языковых навыков, которые наиболее полезны для практического китайского. Конечно, если у меня будет шанс, я обязательно хотела бы попробовать себя в преподавании китайского в других странах. Но Россия – это первая страна, в которой я работала, помимо моего родного Китая. Я очень люблю эту страну. Мы перешли на английский, мы разговариваем вообще на всех языках. Отлично, отлично. В России многие считают, что китайский язык сложный. А вот для вас, вы изучаете русский, он является сложным языком? Да, очень сложный. Русский для меня очень сложный. Китайский и русский языки принадлежат к совершенно разным языковым группам. Китайский относится к китайско-тибетской языковой группе. В нем есть пенинь. Пенинь – это китайская система письма, в которой используется латинский алфавит. И китайские иероглифы, что делает китайский язык достаточно сложным для иностранцев. Но русский для китайцев, и для меня в том числе, тоже очень сложный. В русском языке очень много длинных слов, очень сложные правила в грамматике. Мое изучение русского языка – это процесс с нуля. Так же, как и для моих учеников китайский. Поэтому я пытаюсь использовать методы проведения занятий, которые позволят моим студентам учить китайский язык в более увлекательной форме, чтобы им было не так сложно. Вы прилетели в Россию. С какими стереотипами вы сталкивались? Какие, может быть, в конечном итоге оказались забавными, веселыми? Во время пребывания в России у меня сложилось впечатление, что Иваново очень дружелюбный и теплый город. Здесь мне могут помочь, а также тут много людей, которые хотят изучать китайский язык и китайскую культуру. Но до приезда в Россию я действительно верила в некоторые существующие стереотипы по-русски. Китайцы считают, что русские люди живут с медведями, относятся к медведям как к домашним животным, могут пойти погулять с медведями или устраивать драки с ними для тренировки или просто для развлечения. Но я обнаружила, что это не так, и здесь нет никакой опасности, связанной с медведями. А также я думала, что русские могут быть очень грустными и никогда не улыбаться. Но после того, как я приехала сюда, я увидела, что русские люди крайне дружелюбны. Они всегда улыбались мне, когда здоровались, прощались или просто во время общения. Также во время работы со своими учениками я увидела, что с каждым днем их улыбок становится все больше и больше. Я думала, что русские люди очень много пьют, они могут выпить за каждым приемом пищи, даже за завтраком. Но говоря со своими студентами или с людьми старшего возраста, я обнаружила, что многим людям не нравится пить вообще. Или даже наоборот, они предпочитают занятия физическими упражнениями, алкогольным напитком. По приезде в Россию я обнаружила, что очень многие вещи отличаются в действительности от того, что я думала раньше. Мы часто говорим об образовании, выборе профессии, студенческой жизни и других вещах, так или иначе влияющих на наше становление. Мне действительно это интересно. И наверное это связано с тем, что я и сам до сих пор являюсь вечным студентом. Ведь даже сейчас я продолжаю учиться и понятия не имею, когда все это закончится. Попытки проанализировать саму тягу к знаниям, а точнее к процессу их получения, привели меня к тому, что на основе своей биографии я взял и написал книгу. Да, со мной такое бывает. К слову, это моя первая нехудожественная работа, которая не просто расскажет многим из вас, кто я такой и почему я занимаюсь тем, что вы видите, но также поможет понять, в чем плюсы и минусы постоянной учебы, как попасть на бюджет, а самое главное, как не сойти с ума, когда ты получаешь свой первый, второй, а может быть и третий бесконечный диплом. Свои размышления я немного структурировал и так и назвал «Вечный студент. Как бросить учебу и поступить в вуз мечты». Публичная бета-версия книги доступна для ознакомления, а уже в марте вы сможете найти ее в более привычном печатном виде. Расскажите, как вам университет ИФГУ и как вас встретило руководство и студенты этого учебного заведения? Да. Мне он очень понравился, прежде чем я приехала в Россию. Слушай, секунду, вы должны были сказать тогда «да» и начать разговаривать уже по-русски без акцента вообще в этот момент. Извините. А только китайский, да? Нет, китайский, да-да-да. Я пытаюсь шутить в этих условиях. Это очень сложно, да, сегодня особенно. Мне и на русском-то сложно на самом-то деле, а сегодня вот у нас мультиязыковой такой выпуск получается, впервые, кстати говоря, поэтому приходится что-то делать. Продолжайте, извините. Да, мне он очень понравился, и прежде чем я приехала в Россию, университет хорошо подготовился. Например, организовал машину, чтобы встретить меня в аэропорту, подготовил для меня комфортабельное общежитие, затем в понедельник со мной встретились ректор и руководитель международного отдела. Они очень тепло встретили меня и активно помогали мне решать мои рабочие и жизненные трудности. Студенты, волонтеры из нашего университета также помогали мне, и поэтому я себя здесь чувствую очень хорошо. Вы планируете заниматься педагогической, преподавательской деятельностью, но ваша цель, ваша профессиональная мечта, назовем это так, в конечном итоге, как вы хотите, в какую сторону хотите развиваться? Я хочу пустить разные страны, будучи преподавателем китайского языка, проникнуться их местной культурой и обычаями. Это позволит людям, интересующимся Китаем и китайским языком, получить возможность изучать этот язык. Сейчас многие студенты хотят изучать китайский и заниматься работой, связанной с китайским языком, или даже жить в Китае. Спрос на преподавателей китайского языка неуклонно растет, однако во многих странах ощущается нехватка преподавателей этого языка, поэтому я хочу сыграть свою роль в данном вопросе и помочь большему количеству студентов выучить китайский язык. Я хочу предоставить тем, кто интересуется китайским языком, возможность изучать его. Надеюсь, что они смогут получить достаточно знаний, чтобы использовать китайский язык для выполнения работы, которая им нравится. Это позволит им стать более конкурентоспособными при трудоустройстве. Преподаватели китайского языка как иностранного являются связующим звеном для межкультурной коммуникации, неким окном, позволяющим другим странам понять Китай. Эта страна имеет богатую древнюю историю, насчитывающую более 5000 лет. Она невероятно интересна и насыщена. И я верю, что китайская культура способна очаровать других людей. Также я хочу, чтобы жители всего мира понимали Китай. Например, его традиции, историю и национальные особенности. Я надеюсь, что эти вещи позволят им полюбить Китай. Мне бы очень хотелось, чтобы как можно больше людей приезжали в эту страну жить и работать. А также я надеюсь, что смогу внести свой вклад в дружественную связь между Китаем и зарубежными странами. Я настолько заслушался звуком китайского языка, его звучанием, что забыл, что я спросил вообще. Такое у меня впервые. Как я знаю, скоро вы возвращаетесь в Китай, но позже все равно прилетите в Россию и продолжите свою деятельность. Как вы уже сказали, вы посетили здесь некоторые исторические памятники, архитектуру посмотрели, сходили в театры. Вообще, будете ли вы скучать по России в целом и по городу Иваново, почему-то, может быть, конкретно вы будете здесь скучать? В следующем году я надеюсь вернуться в Россию. Было бы забавно, если бы ответили «нет, не буду скучать». В следующем году я надеюсь вернуться в Россию, чтобы поработать некоторое время. После того, как я уеду, я определенно буду скучать по России и по городу Иваново. Если в будущем у меня появится возможность вернуться, я обязательно ей воспользуюсь. Иваново произвел впечатление теплоты и непринужденности. У вас в городе очень дружелюбная атмосфера. Здесь я чувствую заботу людей, любовь учеников. Руководство университета приняло меня очень радушно. Это гостеприимство создает внутри меня душевную теплоту. Например, мои ученики очень ответственные и прилежные. они очень помогают мне в моей работе. Общаясь с ними, я чувствую, как становлюсь энергичнее. консьержка здоровалась со мной по-китайски каждый раз, когда я возвращалась в общежитие. Это меня очень радовало. или, например, мужчина из службы безопасности нашего университета при встрече спрашивал меня что-то про китайский язык. И однажды даже принес листок бумаги и ручку, чтобы я написала его имя по-китайски. И я обнаружила, что многие люди интересуются китайским языком и хотят его изучать. Меня это очень радует как преподавателя языка. Я буду очень скучать по всем этим людям. Время, которое я прожила в России, навсегда останется в моей памяти приятным воспоминанием. Я заправлю за своими ощущениями, наблюдаюсь какой-то такой... Нихао! Вот это у меня знакомо! Я знаю! Да-да-да! Очень здорово! Учитель Ли, скажите, в обозримом будущем, когда-нибудь, есть такая возможность, что мы с вами проведем интервью на русском языке? Русский язык очень сложный, и если вы хотите изучить его хорошо, то это не произойдет в одночасье. Я буду продолжать совершенствовать свои знания русского языка и надеюсь, что в ближайшем будущем я смогу работать и жить в России, свободно общаясь на нем. Перед тем, как я задам финальный вопрос, хотелось бы рассказать одну такую личную историю, ситуацию. В России скоро Новый год. Как я знаю, в Китае он чуточку позже, насколько мне известно. И в прошлом году я загадал себе такое желание, поставил себе одну из целей – провести интервью на английском языке. Но сегодня мы провели интервью на китайском, и это действительно абсолютно непередаваемые эмоции. Но вас я хотел спросить вот о чем. Вы сказали, что занимаетесь любимым делом. Вы преподаете китайский, учите русский. И у нас есть в нашей программе традиционный вопрос. Он финальный, заключительный. Скажите, вы на данный момент счастливый человек? Я думаю, да. Но если да, то почему вы счастливый человек? Как вы думаете? Да, мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Когда я увидела, что в процессе обучения мои ученики больше полюбили китайский язык и культуру Китая, я была очень рада. Некоторые студенты даже говорили мне, что хотят работать в Китае и стать преподавателями китайского языка в России. Это еще больше убедило меня в том, что карьера, которой я занимаюсь, очень важна и значима. И я люблю ее все больше и больше. Просто бальзам для ушей. У нас так получается, что этот выпуск, скорее всего, выйдет под Новый год. Новый год. Да, я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам успехов в вашем деле, в вашей карьере педагогической. Надеюсь, что в скором времени мы на каком-то из языков с вами пообщаемся. Русский, китайский, английский. На выбор. Я одинаково все не знаю. Для меня все одинаково сложные. И я хотел бы сказать сегодня, Виктория, вам большое спасибо за то, что вы нам сегодня помогли. Потому что без вас эта беседа не состоялась бы. Была бы еще в несколько раз сложнее, хотя куда уже оказалось бы. Спасибо вам большое за то, что составили нам сегодня компанию. и перевели нам все, что нам рассказал наш чудесный гость. Преподаватель из Китая, аспирантка Ли Шихон. Спасибо большое вам. Я твои спасибо. Спасибо. Я нервничал. Стресс. Что? Что он сказал? Он нервничал. Он нервничал. Нервничал. Стресс. Ст... А, я тоже, я тоже, я тоже, но я много переживаю. Но я думаю, что, если вы не понимаете меня... Я не понимаю вообще. Ну половина там, типа, нихао, и такое... Ты должен сказать, как сказать «hello» Субтитры создавал DimaTorzok